Видно? Не видно, говорят. Доброе утро. Подключайтесь, всё, всё-таки видно и слышно, да? Главное, чтобы было слышно. Ну, ещё раз хочу поздороваться с вами. И сегодня я хотела бы поговорить с вами о детях и окружающем мире, который их окружает. И вот знакомство ребёнка с окружающим миром начинается с самых первых мгновений его жизни. Как только ребёнок появился. В одной форме соприкасаются с предметами и явлениями природы. Будь это живая, неживая, естественная или созданная человеком. И всё привлекает ребёнка внимание. Его удивляет, даёт богатую пищу для его развития. И вот мы с вами, взрослые преподаватели, родители, с этого момента становимся неким проводником в мир вещей, предметов, явлений, отношений, каких-то событий. И наша с вами задача познакомить с окружающим миром. С вами был Игорь Негода. 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 Наблюдение, наблюдение, экспериментирование. Ну что я вам говорю, воспитатели знают намного больше методов, каким можно заинтересовать ребёнка в познании окружающего мира. И вот сегодня я хотела бы вам рассказать, как можно приукрасить вот это вот ознакомление ребёнка с окружающим миром с помощью интересных пособий. Это серия книжек называется «Назови, раскрась на клей». В чём же хорошо данное пособие? Во-первых, оно начинается с трёхлетнего возраста. Все пособия, все пособия на различные тематики. Например, по-первых, мы смотрим сейчас на море. Открываем. Здесь у нас она выглядит как раскраска. Всем видно. Но при этом есть ещё и наклейки. И заключается в том, что ребёнок разукрашивает сначала. Потом родители читают смешной стишок или взрослый, да, из морской воды дельфина, нам показывают спину. Как плывут они красиво, очень быстро и игриво. И в квадратик, который вот здесь нарисован, вклеивается фотография дельфина. Ребёнок в соответствии с цветовым решением наклейки может разукрасить или же сам. И в конце книжки есть вот такое замечательное ещё задание. Нужно назвать и наклеить первую букву словий. Смотрите, здесь у нас с вами появляется сразу же интеграция. Интеграция с развитием речи. Мы здесь можем уже проиграть с вами. Здесь картинка первая у нас морж, да. Какое? Ну, слышим первый звук. М, м, м. Это у нас уже звуковое анализ слово. Дальше мы можем и слоговые домики простукать, да. И ребёнок, услышав м, то есть это значит у нас книжка уже выросла не три, а старше, ищет букву, да, и наклеивает её в соответствующий квадратик. Ещё одно задание. Прочитай слово и наклей картинку. Здесь ребёнку предлагается прочитать слово, например, слово «кит». и наклеивается картинка кита. Также серия, вот есть фрукты, здесь тоже наклейки, разные фрукты представлены. Овощи, кабачок, капуста, серия птицы. Также у каждой в конце задания есть летняя одежда, серия летней одежды, серия зимней одежды, музыкальные инструменты или же инструменты, которые нужны людям, просто инструменты. И знаете, в дальнейшем можно использовать эту игру, немножечко книжку, как игру, немного по-другому. Например, в пособии, в серии книжки «Инструменты» можно ребёнка спрашивать, а кому этот инструмент понадобится, а чем этот человек может заниматься. Ну, это точно так же надо будет разукрасить. Серия «Животные», также вы можете, где это животное живёт, как называется его детёныш. Ещё есть серия «Насекомые». Тут вообще можно целые, смотрите, вот различные насекомые представлены. Вот, например, муха, да, на сладкий запах муха к нам в кухне залетела, шепнула мне на ухо, я кушать захотела. И вот ребёнка потом можно спросить, а как ты думаешь, а муха, она вот какая, она вредная или полезная? Как ты думаешь, а почему муха, например, не падает с потолка? И чем больше вы общаетесь с ребёнком, тем больше возможностей использования данного пособия. Также, например, если мы будем говорить о творческом, да, ведь можно не только разукрашивать данные книжки, да, и наклеивать, но можно же ведь и поменять другой способ. Например, вот малинка, да, я попробовала изобразить её совершенно другим способом, когда салфеточным ребёнок, например, тут опять работает наша мелкая моторика, когда крандашом она работает, а здесь вдвойне. Когда ребёночек салфеточку скатывает, вы намазываете клеем, и вот эта всю площадь рисунка заполняется цветовыми салфеточками. Также можно использовать пластилин, и это уже у вас будет пластилинография, да, и вы можете, например, ягодки уже закрасить совершенно другим способом. В этой серии, пожалуйста, слайд. Посмотрите, представлена тема на море. Морские животные, птицы, животные жарких стран, насекомые, домашние животные, игрушки, инструменты, летние, зимние, музыкальные, рабочие инструменты, ягоды, фрукты, грибы, овощи, транспорт. Как вы видите, представлены целые различные тематики, которые можно использовать в ознакомлении с окружающим. И вот еще, там, можно поиграть в игру, да, после того, когда вы уже разукрасили, подгадывали буквы. Можно, например, взять животное и, описывая ребенка, ребенку по описанию догадаться, о ком идет речь, или там о каком-то насекомом, или фрукте. То есть использовать можно безгранично. Следующий слайд, пожалуйста. Данные пособия можно приобрести в интернет-магазине «Школа Семигномов». Тем более сейчас действует скидка 25%. Я думаю, что такое многоразовое использование серии книг будет замечательно. При любом использовании, будь это дома или же в детском саду, это может быть и для самостоятельной деятельности в уголке, в центре активности художественном, да, эстетическом. Или же это будет в познавательном вас уголке, когда ребенок знакомит, в зависимости от тех целей, которые вы преследуете. Ну, на этом я хочу с вами попрощаться. Спасибо за внимание и до новых встреч!